Hello everyone! Рада всех приветствовать! Меня зовут Анна Леонидовна Зоря. Я живу в столице Крыма, городе Симферополе и работаю педагогом дополнительного образования в Республиканском Дворце Детского и Юношеского Творчества, у входа в который я сейчас нахожусь. Мой кружок английского языка называется Chatterbox, и это название было выбрано не случайно. В переводе на русский оно означает болтушка, говорун, и одна из главных целей моей деятельности – научить детей говорить на английском уже с самых первых занятий, чтобы английский язык стал для них не предметом изучения, а средством общения. В группах моего кружка занимаются дети от 7 до 11 лет. Этот возраст соответствует младшим классам средней школы. Младшие школьники, как правило, эмоционально открыты, искренне в выражении своих чувств и переживаний. Обучаются довольно быстро, если их заинтересовать. Именно работа с интересом, с той мощной энергией, которая в него заложена, и является главным рычагом мотивации к обучению. Дети еще не способны воспринять взрослые родительские установки, что английский – это очень хороший бонус в современном мире, с ним можно спокойно путешествовать, общаться в интернете, найти престижную работу. Детям либо интересно, и тогда они впитывают знания, либо нет. А насильно учиться кто любит, и какова цена таких знаний? Ответ, я думаю, очевиден. Дети обучаются с удовольствием, когда есть разнообразие видов деятельности, и когда восприятие информации задействованы разные каналы через зрение, слух, прикосновение, телодвижение. Поэтому на наших занятиях мы поем, танцуем, рисуем, делаем физические разминки на английском, слушаем аудиозаписи, смотрим видеосюжеты, играем в настольные игры, работаем в парах, группах, индивидуально. Конечно, не обходится и без более трудоемких видов деятельности, таких как чтение и письмо, но они занимают лишь часть всего урока. На каждом занятии я использую наглядные пособия, картинки, карточки со словами, плакаты, игрушки, настольные игры, разработанные мной по соответствующим темам. В результате такого комплексного подхода дети без особого труда усваивают учебную программу. Посещаемость кружка практически 100%. У моих учеников хорошие и отличные оценки по английскому языку в школе. Они ходят на занятия с удовольствием, о чем мне часто сообщают их родители. Многие просят давать им дополнительные задания. И меня, как педагога, это, конечно же, очень радует. В любой работе, связанной с людьми, взаимоотношения играют огромную роль. А в работе с детьми особенно. Если учитель нравится, то и знания заходят в голову легче. Мое сердце согревают рисунки детей, на которых они меня изображают. Это очень вдохновляет. А вот это я увидела на доске после того, как вышла на переменке на три минутки из кабинета. И хотя я не разрешаю детям рисовать маркерами на ламинированной доске просто так, тут у меня даже не мелькнула мысль упрекнуть их за это. И мне очень захотелось это сфотографировать. Занятия в нашем кружке – это не только изучение английского языка. Дети также активно участвуют в различных воспитательных мероприятиях. Эти работы были выполнены моими учениками к мероприятию, посвященному Дню науки. А во время празднования Масленицы команда нашего кружка под названием «Погреблинчик» получила диплом за самую оригинальную коморту. Дети очень сдавались. В современном мире роль учителя претерпела некоторые изменения. Если раньше учитель являлся одним из основных источников знаний для ученика, то с внедрением информационных технологий в нашу жизнь найти сведения из той или иной области знаний можно в считанные секунды. И нынешняя ценность учителя заключается в том, какие иные роли он может выполнять на уроке. Получается ли у него быть вдохновителем своих учеников, мотиватором, организатором эффективного процесса обучения, психологом, аниматором, а порой строгим наставником, способным потребовать выполнения заданий и дисциплины на уроке. Получается, что учителю нужно постоянно совершенствовать свое мастерство. Мои ученики вдохновляют меня на это. Я люблю свою работу, своих учеников, и мне очень нравится создавать такое обучающее пространство, в котором дети могут гармонично развиваться и получать новые знания. Нам, педагогам, очень важно помнить, что ум – это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь. И в завершении своего рассказа я хочу спеть песенку собственного сочинения, на которую вдохновили меня мои замечательные коллеги, увлеченные, творческие люди. Конечно, она посвящена всем педагогам дополнительного образования, которые любят свою работу, выполняют ее с душой и отдают свое сердце детям. Итак, песенка про ПДО – педагогов дополнительного образования. Скорей, схватив детей в охапку, в кружки родители бегут. Пусть вечно времени нехватка к нам во дворец приведут. Здесь примут всех по увлечениям, всему научат от и до. Заложники предназначения с крутым названием ПДО. Здесь примут всех по увлечениям, всему научат от и до. Заложники предназначения с крутым названием ПДО. Работа наша нам не в тягость, ее мы любим всей душой. Сияние детских глаз и радость – вот бонус самый наш большой. Хоть усложняет жизнь рутина стандарты ПГУ-СФИРО. Народ мы все же креативный, с крутым названием ПДО. Энтузиазма вдохновляясь, вперед отчаянно идем. И трудностям сопротивляясь, мы в бизнес все же не пойдем. Благодарю за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и благополучия. Goodbye!